Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В прошлом году в Беларуси на четверть выросло число тех, кто пользуется системами дистанционного банковского обслуживания, быстрее всего набирает популярность мобильный банкинг. А вот Нацбанк уточнил перечень условий, при которых будет отказано возмещение средств, украденных с карточки. И напоследок анализ цен на одном из гомельских рынков. А теперь обо всем подробнее. В прошлом году в Беларуси на четверть выросло число тех, кто пользуется системами дистанционного банковского обслуживания. Наиболее популярным становится мобильный банкинг. Тем временем Нацбанк одобрил стратегию развития банкинга. Она направлена не только на развитие цифровых технологий и дистанционных систем обслуживания в банковской сфере, но и на повышение информационной и электронной безопасности, в том числе с применением биометрических стандартов. О динамичном развитии цифрового банкинга в Беларуси как раз свидетельствует рост количества пользователей систем дистанционного банковского обслуживания. За минувший год общее количество жителей Беларуси, которые являются пользователями дистанционной системы, выросло более чем на 25% и превысило на начало этого года 4,5 миллиона человек. В том числе интернет-банкингом пользовались почти 3,5 миллиона человек. Мобильным банкингом более 1,2 миллиона человек. В Нацбанке также проинформировали, что сегодня через автоматическую информационную систему расчет уже можно оплатить более 60 тысяч услуг, которые предоставляют более 14 тысяч поставщиков. И еще немного о развитии банковских услуг. Приорбанк переходит на идентификацию под печатком пальцев для пользователей мобильного банкинга. Напомню, ранее банк внедрил голосовую биометрию, чтобы распознавать клиентов при обращении в контакт-центр. Новые технологии позволили сократить время обработки звонков и повысить уровень безопасности при работе с информацией. Например, в минувшем году голосовую биометрию использовали около 40 тысяч раз, что позволило сэкономить 225 часов рабочего времени банковских служащих и увеличить число принятых звонков. Кстати, Национальный банк уточнил перечень условий, при которых банк откажет возмещение средств, украденных с карточки в рамках действия принципа нулевой ответственности. Что означает этот термин, напоминает специалист. Принцип нулевой ответственности призван для защиты потребителей банковских услуг, прежде всего держателей банковских платежных карт, с целью защиты от мошеннических действий и посягательств на деньги, находящиеся на банковских платежных картах. Начинает действовать принцип ответственности, когда мошенническим способом списаны деньги с банковских счетов по транзакциям, которые не санкционированы самими держателем платежных карточек. Как показывает практика, очень часто люди, может быть, начинают забывать о проведенных операциях, либо передавали кому-то карту, начинают сомневаться в правильности списания, в количестве списаний. Начинается разбирательство, и в случае, если произошло по вине банка, программного обеспечения, путем мошеннических действий, то деньги людям возвращаются. Для этого вам необходимо в течение 30 дней обратиться в банк, и деньги вам вернут за 45 дней, если их украли в Беларуси, и за 90 дней, если это случилось за рубежом. Правда, при соблюдении определенных правил. Например, нельзя передавать карточку и пин-код другим лицам, использовать карточку без смс-оповещения и так далее. С недавнего времени, с момента введения принципа внульной ответственности, так называемые, банки произвели перезаключение договоров с держателем банковских платежных карточек, в которых прописано также и ответственных держателей банковских платежных карточек. И при их нарушении, нарушении договора держателям карточки, деньги тоже возвращаться не будут. Итак, Нацбанк уточнил перечень условий, при которых будет отказано в возмещении средств. Если несанкционированную операцию совершили с вводом пин-кода для чиповых и бесконтактных карточек. Если операцию совершили с введением логина и пароля в интернет и мобильном банкинге. Если операцию совершили после того, как держатель карточки или клиент инициировал отмену ее блокировки, которую банк произвел, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к счету клиента. Если у банка есть информация о мошеннических действиях держателя карточки. Если заявление о возврате денег не было подано, установлены срок. Специалисты напоминают, будьте предельно внимательны при расчете платежной карточкой. Решиться денежных средств можно, как говорится, на ровном месте. Это когда люди сами не обеспечивают должное хранение и сохранность платежной карточки. Находясь в магазине, в ресторане, нельзя выпускать из вида банковскую платежную карточку. Нельзя отдавать, чтобы с ней официант ушел куда-то рассчитаться. То есть он должен к вам подойти с терминалом. Либо вы должны пройти с ним со своей карточкой. Поэтому существует ряд критериев, по которым банк не будет возвращать деньги. То есть их можно расценить, что они сделаны по вине самого держателя. Допустим, банковская платежная карточка с микрочипом, по которой проведены операции, которые подтверждены пин-кодом. Либо провелась операцией сам владелец, либо они стали достоянием по его невнимательности. Подделать чиповую карточку, выяснить код практически невозможно. Это не старые карточки, которые просто с магнитной полосой, в которых вся информация записана на магнитную ленту. Записанный на чип код практически невозможно считать. Чтобы оперативно решать подобные вопросы, можно подавать в банк заявление в электронном виде. Зато из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления, исключили нахождение владельца карточки за пределами Беларуси. Чтобы не запугивать людей, а даже подтвердить то, что достаточно безопасный способ расчета, достаточно прогрессивный, могу сказать, что в 2016 году в целом по республике было сделано свыше миллиарда транзакций с банковскими платежными карточками. Случаев подачи заявлений на уровне республики было менее трех тысяч. Деньги были возвращены порядка в 800 случаев, то есть только по каждому третьему заявлению. Все остальные произведено разбирательство, люди либо вспомнили, либо нашли. Поэтому массового явления мошенничества, как я сказал, нет. Хотя бывают случаи, когда человек, зная, что сам потратил деньги с карточки, пишет заявление об их пропаже. Иногда все продумывается на первый взгляд очень тонко, и банк, якобы исчезнувшие деньги, возвращает. А потом выясняется, что с возвратом поторопился. И тогда вправе инициировать возбуждение уголовного дела против физического лица за мошенничество. К другим новостям. Белстат опубликовал оперативные данные по средней заработной плате в Гомельской области. Так, начисленная среднемесячная зарплата в нашем регионе в феврале составила 638 рублей. По сравнению с прошлым месяцем она сократилась на 3 рубля 40 копеек. В целом по Беларуси эта цифра составила 716,5 рублей, что на 4 рубля 20 копеек меньше, чем в январе. Существенное увеличение зарплат в феврале отмечено лишь в сферах оптовой торговли и финансовой деятельности. Вновь мы на центральном рынке, в рыбном павильоне. Взгляд в первую очередь падает на привлекательные витрины с дорогой рыбой. Стейк лосося стоит 36 рублей. Форель без головы, семга с головой и палтус почти 28. Мясо семги около 20, полы горбуши около 16. Но покупателей все же гораздо больше, около прилавков с доступной по цене рыбой. Итак, келька стоит около 2 рублей 60 копеек. Сельц примерно 3 рубля, столько же и хамса. Зубатка 4,70, скумбрия около 4,5 рублей. Аргентина 4,80, лимонема 4,90, голубая макрель 5, горбуша 5,60, ментай почти 4 рубля, фарш из этой рыбы 5,80. Талисман стоит 6 рублей, пикша 6,80. Треска без головы от 7 рублей до 7,35 копеек. Окунь около 8, кита 10. Тушка кальмара стоит около 6 рублей, его мясо почти вдвое дороже. Крабовые палочки 4,5 рубля, осьминог 17,50. Креветки от 13 до 16,5 рублей. Тигровые более 25. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин